Всем привет! Сегодня я для вас подготовила видео о том, что можно кушать во второй половине дня и также что можно кушать на ночь, для того, чтобы не поправляться или даже сбрасывать вес. Я расскажу о более таком жестком варианте, если вам именно нужно сбросить вес, и о более послабленном и приятном, если вы вес уже сбросили и теперь ваша задача только его поддерживать. Также это видео сегодня я подготовила в паре с замечательным каналом Happy Body. На этом канале вы можете найти уйму просто тренировок различной сложности на разные группы мышц, как для новичков, так и для более продвинутых. И все эти тренировки можно выполнять в домашних условиях, то есть каждому они под силу. И почему я именно с ними решила подготовить для вас это видео, потому что если вы будете придерживаться моих рекомендаций по питанию, а также выполнять тренировки, то это, конечно, значительно усилит результаты, и вы значительно быстрее достигнете своей цели. Но давайте начнем с питания. Кстати, если вы не смотрели мое предыдущее видео о том, что можно кушать в первой половине дня, то обязательно это сделайте, потому что иначе ваш рацион не будет полноценным. Если вы посмотрите предыдущее видео и это, то получается такое цельное меню, и этого режима вы можете придерживаться ежедневно, он вам не будет надоедать, и в то же время вы будете двигаться к своей цели. Что касается вечера, это, конечно, наверное, самая проблематичная часть дня, потому что на вечер всем нам всегда хочется наесться чего-то плохого, или просто в целом мы приходим уставшими, зачастую голодными, и хочется наброситься просто на холодильник, хочется сначала что-то пожевать, пока не приготовишь еду. В общем-то, вторая половина дня всегда самая лукавая, потому что именно во второй половине дня труднее всего себя сдерживать. Так как я придерживаюсь пятиразового питания, то сейчас мы с вами поговорим о полуднике и об ужине. Сразу дам первый совет, который работает на мне стопроцентно, это в первой половине дня не пропускать приемы пищи, потому что если вы будете пропускать в первой половине приемы пищи, во второй половине вы 100% будете очень-очень сильно голодны, и, скорее всего, не сможете удержаться и не съесть лишнего. А принцип правильного питания заключается в том, чтобы в первую очередь не переедать. Мы равноценно разделяем наши порции на день, поэтому и кушаем пять раз в день, чтобы есть достаточно много, но в то же время не за один присест. И что касается полудника, то здесь идеальным приемом пищи, как для похудения, так и просто для поддержания формы, является либо молочка, либо фрукты. Молочка, это может быть либо творог, творог можно кушать с медом, либо это может быть йогурт, либо это может быть ряженка, либо это может быть, да, в принципе, любой молочный продукт, ну, наверное, за исключением сыров. А также во время полудника можно позволить себе фрукты, можно сделать даже фруктовый салат какой-то себе, можно сделать фруктовый салат, немножко перемешать это с йогуртом и медом, если фрукты недостаточно сладкие, те, которые вы будете кушать. В общем-то, вариантов масса. Единственный фрукт, который я не ела во время похудения, это бананы. Во время уже поддержания своего веса я себе бананы позволяю. То же самое касается с сухофруктов. Если вы именно в режиме похудения, сухофрукты это не очень хороший вариант для вас. То же самое и орехи. Орехи лучше избегать именно во время похудения, потому что они являются очень калорийными. Из-за того, что орехи настолько маленькие, вы можете их съесть достаточно много, а чувство насыщения придет позже. И когда вы перестанете есть уже, когда придет чувство насыщения, окажется, что вы переели именно по калориям. Поэтому сухофрукты и орехи это не очень хороший вариант для полудника. А вот любые свежие фрукты, за исключением бананов, а также любая практически молочка, это очень-очень хороший вариант для полудника. Что касается ужина, то самой большой проблемой для меня это был полный отказ от гарнира. Я по сей день не кушаю гарниры в классическом понимании. То есть то, что зачастую в семьях принято кушать, это либо картошка в любом приготовленном виде, либо это какие-то каши в любом тоже приготовленном виде. От этого крайне важно отказаться и на ужин оставить только любой вид мяса, который вам нравится, а также возможно это дополнить какими-то овощами. Можно сделать какой-то салат, можно просто нарезать каких-то овощей, там, я не знаю, даже просто помидорку, какой-то огурчик. И этого уже в принципе достаточно. То есть вы выбираете овощи на свое усмотрение, что вам хочется, чего бы вы хотели покушать. Что касается выбора мяса, то здесь, конечно, идеальным вариантом это будет диетическое мясо, то есть белое мясо, мясо птиц или же мясо кролика. Также, в принципе, можно кушать и красное мясо. Что касается готовки мяса, то здесь, конечно же, не рекомендуется его жарить. Еда, приготовленная на пару, это, конечно, намного более крутой выбор по сравнению с любым другим способом приготовления, потому что эта еда намного легче. Но в процессе похудения я тоже очень часто запекала мясо, потому что это, ну, очевидно, гораздо вкуснее, но в то же время я очень любила все равно делать паровые себе котлеты. И вот так вот регулярно, в принципе, я себе их делала и также кушала. Если уж прям сильно-сильно хочется, обжарить мясо тоже, в принципе, можно. Единственное, я вам рекомендую купить хорошую какую-то сковороду с антипригарным покрытием для того, чтобы вообще не использовать масло. Я не рекомендую никакое масло, ни оливковое, ни там, я не знаю, сейчас вот популярны разные другие масла тоже, включая кокосовое масло и так далее и тому подобное. Но я не рекомендую вообще никакое масло, именно конкретно для жарки. Салаты вы можете делать с оливковым маслом запросто, потому что таким образом, мне кажется, даже овощи лучше усваиваются. Но именно конкретно жарить я вам не рекомендую на каком-то масле. Буквально недавно, кстати, я себе купила сковороду с антипригарным покрытием, и я вообще забыла, что такое использование масла. Абсолютно любые продукты я на ней жарю, и при этом они вообще не подгорают, именно очень классно так поджариваются. Так, это то, что касалось ужина. Что касается еды на ночь, если вдруг резко проснулся какой-то жор, и срочно нужно что-то закинуть себе в рот, конечно, это вообще крайне нежелательно, особенно если вы находитесь в процессе похудения. Если вы едите достаточную порцию мяса и овощей на вечер, то вам как бы в теории не должно сильно хотеться на ночь что-то жевать, но если вдруг такое случилось, в порядке исключения, и я, кстати, тоже этого правила придерживалась, когда именно сбрасывала вес, я ела какие-то фрукты на ночь. То есть я могла себе позволить одно достаточно большое яблоко, или апельсин, или гранат, или, ну, в принципе, любые фрукты, которые у меня тогда были в холодильнике. Как я уже сказала, лучше вообще ничего на ночь не есть, то есть ужин должен быть последним приемом пищи, но если уж так случилось, то лучше что-то скушать из фруктов, и по моему опыту, конкретно на процесс похудения это не влияло. То есть я все равно сбрасывала вес регулярно, и ни разу не поправлялась, если я кушала фрукты на ночь. То есть могло быть такое, что вес застывал, и вообще не двигался вниз, если я регулярно кушаю фрукты на ночь, но такого, чтобы я поправлялась, то такого не было. И сейчас, когда я нахожусь уже в процессе поддержания веса, я в принципе не боюсь на ночь кушать какие-то фрукты. Вот в принципе и все основные советы по рациону во второй половине дня, но если вы хотите еще больше усилить эффект от питания, то конечно лучше всего дополнять это все тренировками. И конкретно сегодня я хочу вам порекомендовать тренировку, которая эффективно сжигает жир, и также после ее выполнения еще более суток у вас организм находится в таком вот очень бодром состоянии, и продолжает при этом активно полить калории. Если вам интересно посмотреть, что же это за тренировка, то обязательно переходите, смотрите, я также оставлю ссылку вам в описании. А на этом я буду заканчивать свое видео, надеюсь оно было для вас полезным. Обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было. Обязательно расскажите свою историю похудения, свою историю поддержания веса, что вы кушаете, что для вас работает, что для вас не работает. Обязательно поделитесь со мной своими наблюдениями по моим рекомендациям. В общем-то давайте пообщаемся внизу в комментариях. Перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! То тени, естественно, смешиваясь с этой базой, получаются очень глубокими и насыщенными. И даже если вы возьмете ярко-зеленый цвет и нанесете его на черную базу, у вас получится очень глубокий, такой вот дымчатый зеленый цвет. В первую очередь я оформила контур губ карандашом Лакорди. Это 364-й оттенок. И продублировала я его жидкой помадой от LA Girl. Это оттенок у меня конкретно флёр. Эта помада отлично подходит для такого рода мероприятий, потому что, во-первых, она очень стойкая, а во-вторых, не боится поцелуев.